Пусть М, натуральное число, больше 1, то есть 2, 3 и так далее. Рассмотрим уравнение Х квадрат минус МХЮ плюс У квадрат равно 1. Пусть Х и У это целые неотрицательные числа. Рассмотрим последовательность. Нулевой член, который равен нулю, первый член равен единице, второй равен числу М, третий это М в квадрат минус 1, четвертый это М в квадрат минус 2М, пятый член это М в четвертый минус 3М в квадрат плюс 1 и так далее. Формула следующая. Н плюс второй член последовательности получается, когда вы предыдущий член умножаете на М и вычитаете предпредыдущий член. Лемма, если мы знаем, что Х квадрат минус МХЮ плюс У квадрат равно единице, то оказывается верно и вот такое длинное равенство. Смотрите, что произошло. Вместо Х получилось число У. Вместо числа У мы подставили МЮ минус Х. Почему такое равенство будет верным? Да потому что если скобки раскроете, то у вас М квадрат У квадрат уничтожится, да? Это плюс МХЮ и минус 2МХЮ даст как раз минус МХЮ. И получается, собственно, то же выражение, что было. Что это означает? Это означает, что мы умеем из одной пары следовать следующее. Вот представьте себе, что у нас У больше, чем Х. Тогда мы от пары перейдем к большему. Потому что У у нас больше, чем Х, а М у нас больше единицы. Значит, МЮ минус Х будет больше, чем У. У нас решение возросло. Если применять то же самое в обратную сторону, то есть если, знаете, уравнение симметричное, поэтому можно их применять приставим, если наоборот у нас У будет числом меньше, чем Х, да, еще, У равняться Х не может. Потому что если У равно Х, то, смотрите, что будет. Здесь будет Х квадрат минус МХЮ плюс У квадрат. Но М у нас не меньше двойки, и поэтому эта часть будет не больше нуля. Да, так вот, если у нас У маленькое, движение происходит в обратном направлении. Уменьшаемся. Давайте сейчас докажем, что действительно движение происходит в направлении уменьшения. Пусть У меньше, чем Х. Пусть, ну у нас когда есть пара чисел, да, У меньше, чем Х. Мы хотим сейчас доказать, что вот эта вот величина, М в У минус Х, меньше, чем Х. Отлично. Для этого рассмотрим такую квадратичную функцию. Смотрите, что это такое. Х квадрат минус МХЮ плюс У квадрат минус 1. В какой степени? Так, так. Х и здесь, и здесь. Давайте это будет функция от Т. Давайте я везде напишу. Т квадрат, и вот здесь Т. Это функция от Т. Х и У – это числа, которые удовлетворяют нашему уравнению. Это некоторое, значит, неотрицательное целое число, причем я знаю, что Х больше, чем У. Вот это я все знаю. А функция такая. И просто-напросто нарисуем ее график. Т у меня, здесь будет какой-то устроен, Т у меня идет в Т квадрат, значит, ветвь направленную вверх. Если вместо Т подставить Х, то это корень. Значит, парабола в точке Х, не парабола, вот это выражение, парабола, почему она парабола? Это парабола, конечно. В это выражение равно нулю. А давайте посчитаем, чему равняется Ф от У. У квадрат минус М У квадрат плюс У квадрат минус Единица. Господа, М больше или равно двух, поэтому эта штука, вот, и все это выражение меньше нуля. Значит, выражение в точке У будет меньше нуля. У нас есть У, которая меньше, чем Х. И парабола, вот такая вот, которая в точке Х, это корень. Так значит, другой корень будет что? Меньше, чем Х. Согласны? Единственная проблема. А что делать, если этот самый другой корень окажется, ужасно такое, окажется вообще отрицательным? Может такое быть? Если вместо Т подставить ноль, то будет У квадрат минус один, так? А У квадрат минус один, это какое число? Вообще-то не отрицательное. Согласны? Нет, я все правильно рисовал. Я все правильно рисовал. Вот это вот число, это У квадрат минус один. А если так, то смотрите, какая история. Мы знаем, что она здесь равна нулю. Она здесь больше или равна нуля? Так, а это что означает? Если она здесь меньше нуля. Это значит, что есть корень, который между нулём и числом У. Доказал? Доказал. Мы положили, что У меньше, чем Х. Да. Мы должны доказать, что У-Х меньше, чем Х. Правильно? Да. Переносим Х в правую часть и домножаем каждую часть на Х, так как Х... Давайте, давайте, да. МХУ меньше, чем 2Х квадрат. Да. И из первоначального управления мы выведем Х квадрат. Давайте. Х квадрат это МХУ минус У квадрат плюс 1, да. Да, да, да. Отлично. Отмножаем на 2. Хорошо. Вставляем их неравенство. Другую часть 2 минус 2 У квадрат. Да. Ну что, вроде получилось. И сравним теперь числа 2 У квадрат и МХУ. Ну, все-все-все-все, но у нас Х больше, чем У... У нас Х больше, чем У, тогда МХУ больше, чем 2 У квадрат. Да, спасибо, отлично. Отлично. Господа, вот заметьте, вот без графика, мне кажется, что с графиком понятнее, но без графика тоже сделаем. Согласны? Ну, все-все-все-все.